Он просто не хочет вспоминать, потому что на самом деле это тяжелое было время, и больших, я так понимаю, трудов и моральных, и физических сил, ему стоило это пережить. Зовут его Михаил Ефимович Куликов. По моему мнению, очень выдающийся человек, ветеран войны, учитель, педагог, шахматист, спортсмен, много всего собрал. Родился в 2012 году, на данный момент ему 103 года, живет, здравствует. Человек не спортивный, он же не поворотлив, а там надо как в огне успевать весь день. И наступать, и отступать, все надо уметь. На гражданке я был чемпионом Томска по легкой атлетике. Как это говорят? Не хухри-мухри. Это портрет. Это портрет, который нарисовали дедушки в Вине в 45-м году. Его сослуживец. Томска по легкой атлетике. Это вообще парашютный, то, что он был десантником. Ним же вручается ордена, когда они определенное количество прыжков делают. Они даже не ордена, а значок, получается. Отличник парашютист. Там отметка есть 20 раз. Они были десантниками, то есть их, по сути, выбрасывали в тыл противника. Они делали какую-то операцию, либо зачистку, либо там местность разведывали. А потом на то место, где они десантировались, должна была прилетать авиация и бомбить все это. Естественно, вот был один из таких моментов, когда они прилетели, зачистили частичную зону, разведали все, передали данные. Им сказали, что мы на следующее утро будем бомбить. Большой квадрат. И им нужно было за ночь пробежать, уйти с этого квадрата, иначе их бы тоже разбомбили. И всю ночь они с полным обландированием, с рюкзаками, с оружием бежали, бежали, бежали вообще без остановки. И он попросил рассказать, дедушка, когда тебе было по-настоящему страшно? И он рассказал в момент, что вот буквально, по-моему, год или полтора после начала войны прошло, как они сидели с его товарищем в окопе, и тут начали снаряды падать немцев, со всех сторон бомбить. И вот он говорит, что настолько страх сильный, что просто голову сносит, что они друг по другу лезли, лишь бы спастись, не оказаться сверху, лишь бы тебя снарядом не убило. А без страха вообще человек не живет. Если он ничего не боится, он уже не жилец, он уже не выживет на войне. В Молдавии было один город. Немец, как тут, с самолетами налетел на нас, бомбить там, все. А солдаты, еще не обученные, молодые, давать стрелять в этих самолетах. Из винтовки стрелять вначале. Ну и, конечно, большинство их погибло. А у нас был начальник снабжения, это военное снабжение. И он не струсил, как себя спасать в этот момент. А там труба железная была. Он в эту трубу залез и живо остался. После этого, когда немцы улетели, эти самолеты отлетели, его вытаскивали. И он так плотно залез, чтобы обратно не мог улететь. Вот это я понимаю, как человек себя сохранял. Штык-нож у него был. И он мне случай рассказывал про этот штык-нож, что когда он зима была, в лесу, один на один повстречался с немцем. И, соответственно, оружие некогда было снимать, ни ему, ни немцу. И все, что было, это штык-нож под рукой. И у немца также. И как они буквально вырывали друг у друга жизнь, пытаясь друг друга убить. Когда я у него спрашивал про его медали, за отвагу, за что он их получил, тоже он мне рассказывал истории, как он одну медаль получил за то, что он под пулеметным огнем со связкой гранат бежал и кидал ее в дом. И нашим войскам дальше можно было продвигаться. Вот за этот подвиг прямо там на месте командир медаль дал. А второе получилось за то, что он вплавь добрался до лодки с немцами. И часть из них перестрелял, открыл проход нашим воинам, чтобы они могли тоже добраться до этой лодки. А вы какой наградой больше всего дорожите? В воинных, конечно, за отвагу. Это считается высокая награда. Вот он хотел мне все время объяснить что-то. То есть он мне рассказывал, например, что в какие моменты нужно перебаривать себя и идти вперед, несмотря ни на что. Когда страшно с обеих сторон, то нужно просто найти себя и держаться за это всей верой и душой. Не бояться там, не упасть, не испугаться и не остановиться. Сейчас читает книги постоянно, очень много читает. Буквально сутками смотрит телевизор, спорт особенно любит. Он сам спортсмен, занимался бегом раньше очень сильно. Вот любит спать, спать, биатлон, пишет, любит писать стихи, особенно для девушек и женщин. Бывших воинов, солдат, командиров поздравляю с Днем Победы. Спасибо тебе, дядюшка. За то, что у нас такое 9 мая сейчас.